Здравствуйте, дорогие друзья вы на канале Дома Хозяин. Сегодня поговорим о лайфхаках с экологически чистыми средствами, без химикатов. Лайфхаки связаны с чисткой, мойкой, уборкой. Бесценные лайфхаки для кухни. Все стараются держать свой дом и все, что в нем есть, в чистоте и порядке. Это внутреннее чувство, которое мы получаем после уборки, которое действительно заставляет нас чувствовать себя свежо. Вот несколько лайфхаков с экологически чистыми предметами, что означает, что они не только не содержат химикатов, но и являются легкодоступными предметами на нашей кухне, которые мы используем ежедневно. Наденьте перчатки и давайте начнем. Шаг 1. Ингредиенты Эти ингредиенты недорогие, их очень легко достать в любой стране. Уксус, наш герой чистящего лайфхака, пищевая сода, свежий лимон, дистиллированная вода, каменная соль, лимон большим размером, эфирные масла. Шаг 2. Сделайте волшебную смесь. Я расскажу как приготовить необходимое количество раствора в соответствии с вашими потребностями. Пищевая сода, уксус равно 1,3. Шаг 3. Очиститель отпечатков пальцев Ежедневно мы держим руку на выключателе, включая и выключая по мере необходимости. Несмотря на то, что наши руки чисты, они оставляют следы грязи на распределительных щитах и под ними. День за днем, сами того не замечая, мы заканчиваем темными отметинами. Не парься, магической порции вполне достаточно, чтобы бороться с этими метками, делающие стену уродливой. Распылите порцию, дайте ей постоять от 30 секунд до 1 минуты, сотрите ее скрубером, остальное протрите влажной тряпкой. Ваши стены будут чистыми. Следите за распределительным щитом с розеткой в нем, тщательно опрыскивайте. Не ударьтесь током, р. Используйте белую ткань, чтобы очистить уксус. Если использовать цветную одежду, то в конечном итоге у вас могут остаться следы этого цвета на стене. Шаг 4. Очистка медного сосуда Основная природа меди заключается в том, что она окисляется и образует мало зеленого на поверхности металла. Мы считаем, что вода, выпитая из медного сосуда, имеет преимущество, что она очень хороша для здоровья, а также ее следует пить. Вода, хранящаяся в медном сосуде, обладает очень сильными антиоксидантными и клеткообразующими свойствами. Разве это не удивительно? Поэтому его очень важно очистить перед использованием, но процесс очистки является более длительным по сравнению с нержавеющей сталью или керамикой. Шаг 5. Диокисление После мытья сосуда с помощью лимона добавьте комбинацию лимона и каменной соли, чтобы смыть ее. Ходите круг за кругом, вверх и вниз. Промойте его водой. Конечный результат будет прекрасным зрелищем для глаз. Шаг 6. Очистка керамического умывальника Распылите волшебную порцию, дайте ей побыть 5-10 минут и начните чистить. Не просто используйте скрубер, добавьте кристаллы каменной соли и щепотку пищевой соды. Не волнуйтесь, он быстро растворится, когда коснется уксуса. Аккуратно соскребите его со всего умывальника. При необходимости распылите магическую порцию по мере необходимости для разжижения. После полной чистки он будет выглядеть примерно так. Это не займет так много силы, даже если он самодельный. Аккуратно протрите его влажной тканью или вылейте на него воду. На ваш выбор. Вы заметили, что даже кран изменился и он блестит, как новый. Кроме того, дренаж еще не совсем очищен. Еще три изображения. Нарежьте лимон ломтиками, не забудьте удалить семена, добавьте несколько кристаллов каменной соли и немного придавите. Затем поработайте над своей раковиной, непосредственно очистив ее слив. Вы можете заметить, что остаток становится немного зеленоватым. Это из-за кислой реакции лимона с металлом. Промойте. Вы ясно увидите изменения и все готово. Шаг 7. Давайте обновим внешний вид крана. На самом деле во время чистки умывальника кран неожиданно вышел чистым. Случайная идея пришлась кстати. Здесь я добавил равную часть дистиллированной воды, как и уксус вместе с ним. Зачем ждать? Распалите на порцию. Пищевая сода плюс уксус плюс дистиллированная вода равно 1,3, дайте ей намокнуть. Начните чистить лимонной кожурой, это очень помогает. Шаг 8. Секретный скрубер. Несмотря на то, что предыдущий способ очистил грязь и ржавчину, в кране были темные пятна. Я больше старался мыть с лимонной цедрой. Нет. Все то же самое. Затем я начал чистить его скрубером из нержавеющей стали. Они выглядят жесткими и очень гибкими. Не беспокойтесь о царапинах. Он разработан таким образом, чтобы удалить жесткие пятна на металле, но не оставляет следов. Как только я начал его чистить, темные пятна исчезли просто так. Это не требовало слишком большой работы. Шаг 9. Да и после. Вы можете увидеть результат. Еще одна вещь, которую я заметил при очистке, это то, что настенная плитка также может быть вытерта этим. Это как вовшебство. Все восстанавливается в своей первоначальной форме без каких-либо химических прикосновений. Таким способом очистки вы можете избавиться от слабой кислоты или токсичного химиката или его вредного запаха и так далее. Далее плитка в ванной меняет цвет, когда вы льете разбавленную кислоту. Шаг 10. Метод удаления пятен с ковра. Примените магическую порцию, не ждите, добавьте на дне пищевую соду. Дайте ему побыть 5-10 минут, затем протрите влажной тканью. Пятно будет поглощено им. Пятно ушло ура. Шаг 11. Да и после. Там видно цветовое разделение, это потому, что я сфотографировал его еще влажным. Возьмите пылесос, и это снова будет ваш сказочный ковер без пятен. Шаг 12. Очиститель коврика для йоги. Здесь мы добавим эфирное масло в нашу волшебную порцию, я добавил лимон и мяту по 2 капли, потому что это дает освежающий эффект, когда вы занимаетесь йогой. Не знаю, как вы, а я начинаю свой день с йоги сразу после ванны. Ежедневное использование оставляет следы ног и пыль на вашем коврике, иногда я беру его и использую на своей террасе, чтобы удалить пятна. Наношу эту смесь и даю ей постоять минуту или две. После этого я вытер влажным полотенцем, это не дало ожидаемого результата, поэтому я взял абсолютное оружие. Шаг 13. Абсолютное оружие. Я натер половинкой нарезанного лимона, и это начало действовать. Теперь он не только чистый, но и с освежающим запахом. Шаг 14. Да и после. Это дополнительный стимул для упражнения на красивом аккуратном коврике. Редактор субтитров А.Семкин